Приветствую вас! Ну, понятно, что нужно анализировать ваши отношения с мужчинами, в том числе и с вашими родными. Понятно, что необходимо выстраивать в некоторой степени некую картину того, как вы строите свое поведение, в том числе с мужчинами. Это, я полагаю, понятно. Абсолютно. Ну, надеюсь, 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 что это понятно. Но дело здесь даже не в этом. Дело здесь даже не в этом. Дело здесь не в том, что вы не можете построить отношения с мужчинами. Дело здесь, на самом деле, немножечко в другом, как это видится мне. По крайней мере. Вот. Дело здесь в том, что вам не по душе одиночество. Вот в чем дело. То есть, ситуация заключается в том, что вы устали от одиночества. То есть, вам нужен кто-то, кто-то, кто избавил бы вас от этого чувства одиночества. Оно, одиночество, в свою очередь, значит, появилось из-за того, что вы находитесь в не в ладах с собой. То есть, вы, ну, у вас, возможно, есть какой-то конфликт с собой, вы не принимаете себя, либо вы обесцениваете себя, либо еще есть какие-то моменты. Вот. Причин, конечно, много. Всех их, безусловно, не угадать. Вот. Но правда заключается именно в этом. Именно в том, что вам нужно считать с принятия себя. Вот. То есть, одиночество, оно не должно тяготить. Потому что, когда одиночество тяготит, то появляется сверхмотивация. Сверхмотивация. Сверхмотивация быть следующим человеком, быть с кем-то. Сверхмотивация всегда, вот всегда, ну, как бы, мешает. Сверхмотивация всегда мешает выстраивать отношения с людьми адекватно. Вот. И вследствие этого вы, собственно говоря, людей и отталкиваетесь. Ну, то есть, помимо всего прочего, да, помимо того, что у вас могут быть какие-то проблемы, да, там, с поведением, со страхами, может быть, даже с запретом, например, на отношения, такое вот тоже может быть. Ну, вот. Несмотря на это, вы, значит, как бы, решив проблему именно с поведением, решив проблему с поведением, вы не решите проблему с собой. С собой, с самой собой, да, вы не решите проблему, например, принятия себя. Вот. Понимаете? Такая история, а это очень важно. Потому что, если вы не можете принять себя, то вы не можете, соответственно, соответственно, и другого человека принять. Что ж. Или если вы примете другого человека, допустим, да, то, если вы примете его, то вы будете от него зависеть. Что тоже далеко не идёт вам на пользу, собственно говоря. Да. Вот. Поэтому здесь, конечно, всё решается вот именно в такой последовательности, то есть сначала раскрываются ваши собственные проблемы. Сначала открывается ваше собственное непринятие от себя. Вот. А потом уже анализируется, значит, поведение с мужчинами. Вот. И, соответственно, уже корректируется оно. Вот. Так что, если говорить конкретно о том, что делать, то начинать нужно с этого. С того, например, почему, почему вас так сяготит, допустим, одиночество. То есть почему вы от него устали. Вот. Для чего вам нужен мужчина? Вот. Зачем он вам нужен? Вот. И что такого удручающего в этом самом одиночестве? Для вас. Вот. Это то, что следует в любом случае рассмотреть без проработки этих аспектов невозможное устраивание отношений с мужчинами, потому что вы всегда будете, ну, испытывать сверх мотивацию с ними быть, а это, в свою очередь, будет сводить на нет все ваши попытки выстроить отношения с мужчинами. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Если вам больше нравится, то скажите. Продолжение следует...